Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш дом молитвы, наши слушатели в прямом эфире, моего желания сердца сегодня вместе с вами обратиться к тексту Священного Писания, который записан в Послании к Колосинам, 2 глава, прочитаем 18-19 стих. Послание к Колосинам, 2 глава, 18-19 стих. «Никто да не обольщает вас самовольным смирно мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом». 19 стих. «И не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». Братья и сестры, мы живем в мире, когда независимость считается одной из самых важных человеческих достижений и даже достоинств. На протяжении всей истории мира многие страны стремились к независимости от более сильных стран, которыми были в свое время когда-то покорены. Ведутся войны, ведутся революции. Люди хотят свергнуть себя, это иго, зависимости. Военные, экономические, финансовые. Люди в этом мире хотят быть независимы в своем мышлении, хотят быть независимы финансово, хотят расширять свою независимость там, где независимость по определению невозможна. Например, это семья. Дети хотят быть независимы от родителей своих, не правда ли? Я говорю сегодня об обществе, в котором мы живем и в мире, в котором мы живем. Дети хотят как можно раньше отделиться. Это отделение, может, начинается где-то своей, ограничиваясь своей комнатой и закрытой дверью. Личная жизнь. Мой private room. Вы не можете сюда заходить. Мужья хотят быть, может быть, независимым больше от своей семьи для того, чтобы проводить как-то время среди друзей или, может быть, провести просто хорошо время где-то. Даже жены в этом мире, я говорю о мире, братья и сестры, они тоже хотят быть независимы от своих мужей, идут на работу, чтобы финансово как-то быть независимым. Братья и сестры, но Бог не сотворил этот мир абсолютно независимым. Это неплохо быть, может быть, независимым в каких-то вопросах от банка для того, чтобы не платить, может быть, многие годы моргич или еще какие-то вопросы. Но есть вещи, в которым человек должен быть зависимым. Ну, например, когда мы говорим о даже семье, Бог позаботился, чтобы наши дети были зависимы от родителей, которые заботятся о них, не правда ли? Бог позаботился, чтобы слабый был зависим от более сильного. Когда человек больной, он зависим от доктора или врачей. И когда мы попадаем в госпиталь, то мы чувствуем свою зависимость и нужду в помощи. И во многих-многих вопросах, братья и сестры, когда мы сталкиваемся в этой жизни, мы встречаем, что Бог позаботился, чтобы люди были зависимы друг от друга. А как обстоит вопрос в церкви? Как обстоит вопрос с независимостью в поместной церкви? И тема моей сегодняшней проповеди так называется – «Христос и поместная церковь». Братья и сестры, этот вопрос очень актуален сегодня, когда мы берем немножко границы шире нашей церкви. Мы видим эту проблему, проблему стремления к независимости друг от друга еще в первой церкви, как только начал Господь созидать первой церкви. Два стиха, которые мы прочитали, они достаточно сложны, если их читать просто в отрыве от контекста всего послания или контекста истории всей церкви. 18 стих говорит нам о том, что апостол Павел предупреждает верующих в колоссынах об очень серьезной проблеме. Он говорит, что есть люди, которые пытались навязать свое мышление этой колоссской церкви. Я уже в пятницу говорил о том, что в первом веке существовало более 80 лжеучений, представляете, которые претендовали на свою религию, свою философию, свою истину. Эти лжеучения не пытались навязать верующим людям в церкви. И, скорее всего, по описанию данного стиха и описанию немножко истории, это были гностики, которые претендовали на то, что они обладают особым знанием. И есть три важных мысли в этой стихе, в 18 стихе. Первая мысль апостол Павел предупреждает верующих колоссах, колоссиным людей, которые прикрывались ложным, смиренно мудрием. Смиренная мудрость, два слова. Они приходили, делали такой кроткий вид, они такие были кроткие, и пытались вот это лже-мудростью навязать верующим людям. Говорит, берегите из таких людей. Вторая мысль, второе предупреждение апостол Павел предупреждал о тех людей, которые говорили, что к Богу можно приблизиться только благодаря, с помощью ангелов. Обратите внимание, Павел говорит, «Никто да не обольщает вас самовольным смиренно мудрием и служением ангелов». Что за этим стояло? Бог свят, велик, и вообще Бог, как они учили, это что-то неопределенное для нас. Это может быть абсолютное знание, и грешный человек не может приблизиться. Должен быть ангел, к которому можно обращаться, посредник своего рода. И апостол Павел предупреждал об этом тоже. Смотрите, берегитесь. И третье предупреждение, третья мысль. Он предупреждал, чтобы эти люди, которые ограждали от Господа Иисуса Христа, они претендовали на абсолютное знание. Апостол Павел говорит, «Вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмивались плотским своим умом». И следующая мысль, 19 стиха, «И не держась головы». То есть люди хотели заменить главу Церкви Иисуса Христа своим собственным знанием, своим собственным мировоззрением и философией. И апостол Павел предупреждает, говорит, «Берегитесь таковых людей, не держась головы, от которой все тело составами и связями, и, будучи соединяема и скрепляема, растет возрастом Божьим». Братья и сестры, Священное Писание очень ясно учит, что Христос является главою Церкви. Мы прекрасно понимаем и верим, братья и сестры, библейская истина о том, что существует Вселенская Христова Церковь на этой земле, которое образовалось в день Пятидесятницы. И первые члены этой Вселенской Церкви были те, которые обратились от проповеди апостола Петра, которые были крещены Духом Святым в это невидимое тело Христа и присоединились. Это Церковь, которая является полнотой, наполняющая все во всем на протяжении всей истории христианства, на протяжении всех этих веков. И закончится она свою историю тогда, когда войдет последний грешник, полное число язычников, и закончит Церковь историю на этой земле. Это важная истина, братья и сестры, но важная истина заключается в том, что Христос, вдумайтесь в эти слова, дорогая Церковь, Христос является главою каждой поместной церкви, которую исповедует Иисуса Христа и Его Божественное Слово и подчиняется Его господству и Его авторитете. И держаться главы значит жить в сознании того, что без Христа, братья и сестры, жить в нашей поместной церкви невозможно. Можно жить без определенных, может быть, оркестров, каких-то, может быть, отделов, финансово, может быть, церковь будет страдать, еще в каких-то вопросах. Есть церкви очень маленькие, где нету хоров, где нету, может быть, даже служителей, но там есть церковь, там есть живые души, и там у них есть самое главное – Господь, живой, воскресший Христос, Который управляет, питает, готовит эту поместную церковь. Братья и сестры, тело не может жить без головы, поймите. Любое тело, маленькое, большое, организованное, большущая церковь, но не может жить без головы. Но и глава не может жить без тела. Но и глава не может жить без тела. А тело состоит из многих членов, поэтому апостол Павел использует этот сложный, я бы сказал, может быть, даже медицинский термин. Обратите внимание, после слова «тело» он употребляет эти слова «составы», «связи». он использует термин, то, что использует в медицине, будучи соединяемо и скрепляемо. Братья и сестры, возникает вопрос, а кто эти связи, составы? Это мы с вами. Братья и сестры, это мы с вами. Тогда, когда мы понимаем и осознаем, что Христос – глава церкви, без нее жизнь по местной церкви невозможна, но и Христос без нас тоже не может. И для того, чтобы тело росло, оно должно быть скрепляемое и соединяемое с нашим Господом и друг с другом. И тогда оно растет. И тогда возникает вопрос о независимости. Дорогая церковь, дорогой брат, сестра, мы можем сегодня сказать, что я независимый. Если ты родился духовно свыше, если ты был крещен Духом Святым в тело Христа, и Господь позаботился, чтобы эта спасенная душа не была сиротой, она имела семью, и каждый спасенный человек должен иметь свой духовный постоянный адрес. Аминь. У нас должен быть наш постоянный духовный адрес, как мы возвращаемся в семью. И когда мы спрашиваем, какой ваш адрес, мы называем наш дом, наш апартамент, наш город, где мы живем. Когда какой у нас духовный адрес, мы говорим, у нас есть церковь, где мы родились или переехали рожденными, где у нас есть голова, наш Господь, и есть связи, есть составы, и мы настолько соединены в них близко, братья и сестры, что мы не можем друг без друга. Только при таком условии мы можем духовно расти и приносить плоды. Я недавно получил, один брат мне прислал очень интересную статью. Советую вам найти и ее прочитать. Автор статьи, брат, который живет пастор, несет служение в одной из больших союзов или стран, в которых мы выехали, занимает большую часть нашей бывшего Советского Союза. И он написал такую статью, которая называется «Почему члены церкви противятся здравому членству?» Запомнили? Очень простой. Можете найти в интернете, она есть. Почему члены церкви противятся здоровому членству? Очень здравая статья. Но она пропитана, я видел, болью переживанием служителя. Я понимаю, что, наверное, в тот момент, может быть, в той церкви было очень много обращенных людей. И он как-то, может быть, результат его служения, даже где-то уныния, он пишет так, что самое первое, он пишет так, я хочу процитировать. Самая проблема, первая проблема связана с непониманием природы по местной церкви. Большая проблема непонимания членов церкви с природой по местной церкви. То, о чем мы сейчас с вами говорили, да? Рождается человек духовно. Он крещеный Духом Святым, погружается в тело Христа, но он не одинок. Он не самодостаточный. Он находится в поместной церкви. Господь, Он хочет, чтобы он там возрастал. И люди этого не понимают. Я так, может, думаю, по опыту или по его поместной церкви. Посвященность своей поместной церкви становится довольно редким явлением. Люди привыкли ходить в церкви, но не быть в церкви. Есть разница? Ходить в церкви и быть в церкви – это две большие разницы. Знаете, в свое время, когда началось протестантское движение в России, и наши братья, которые были обращены к Господу через Евангелие, почему они выходили из православия? Одна из важнейших причин, которая побудила их создавать евангельские церкви. Потому что в православии просто было что? Приход и прихожане. Люди не чувствовали себя обязаннее, не чувствовали себя зависимыми друг от друга. И поэтому братья подчеркивали важность вот этого единства друг с другом в поместной церкви. Печально константировать факт, что сегодня для многих христиан нет ничего обычного, чтобы формально находиться в списках церковных, избегая активного участия в жизни поместной церкви. Я вспоминаю проповедь нашего брата Игоря Цибы, и он использует одно очень сильное выражение – «Сезонное христианство». Если кто помнит эту проповедь, «Сезонное христианство». Он с болью говорил и о своей поместной церкви. Я вспоминаю, он говорит, сколько раз будет обращаться братья и сестры, нам необходима помощь в этом. Мы организуем какой-то духовный проект, какое-то служение, какую-то миссию, и так не хватает людей. Кто-то разъехался, кто-то куда-то ушел, кто-то по своим делам. И он называет это «сезонным христианством». Сегодня для христиан нет ничего необычного в том, чтобы переходить из одной церкви в другую, избегая духовного попечения со стороны служителей и не посвящая себя служению в церкви. Интересную мысль, он приводит такую аналогию, этот брат в этой статье. Он пишет, что в современном обществе есть такое выражение. Клиент всегда прав. Знакомо? Клиент всегда прав. На этом построена, собственно, бизнес. То есть для того, чтобы как-то поднять уровень, хоть в ресторане, хоть в банке, хоть в магазине, то есть с клиентом хотят обращаться хорошо, и клиент, он чувствует себя вот эту, знаете, как бы, ну, права свои он знает. Он приходит, если ему плохо обслужили в ресторане, он пойдет в другой ресторан. Если его плохо обслужили в этом магазине или в банке, он перейдет в другой банк, еще об этом скажет, еще напишет ментальность того общества, в котором мы жили. Помните, была книга «Жалоб и предложений». Принесите, пожалуйста, вашу книгу «Жалоб и предложений». Но сегодня это делать в комментариях и в соцсетях очень популярно. Брат пишет, что, к сожалению, эта тенденция, этот принцип перенесен и в церковь. Люди хотят быть просто клиентами, которые всегда прав. Они приходят на воскресное служение, и как клиент он оценивает, как хор спел, как пастор слово сказал, как стихотворение, в чем пришли, как оделись, что люди говорят. И потом, когда служение заканчивается, он, говорит, находит себе книгу предложений, книгу жалоб свободных людей, которые могли бы он поделиться своим недовольством. Братья и сестры, я говорю сегодня о статье, которую написал служитель с большим переживанием. Но Библия показывает нам поместную церковь, в которой находятся не клиенты, братья и сестры. Я бы не хотел использовать даже этого слова. Библия нам показывает поместную церковь, в которой находятся дети Божии, искупленные, очень разные по возрасту, по способностям, по силе, по дарованиям, которым Господь дал, но которые созидают вместе, делая Божие. И Христос показал нам этот пример, братья и сестры. Кто в пятницу был на собрании, мы слышали проповедь на Евангелие Теяна, 13 главу. Там, где Христос показал нам пример, и он начинается этот стих так, 13 глава, первый стих Евангелия Теяна, там есть такая фраза, «Христос явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Вы знаете, о чем идет речь, когда Христос знает, что пришел время, Он явил делом, примером. Представляете, Творец Вселенной, Бог, Он опоясался полотенцем, Он налил воды в умывальницу или в таз, Он склоняет колени и моет ноги Своим ученикам. Братья и сестры, это пример истинного служения в церкви, где не клиенты, которые просят подать книгу жалоб и предложений, о которых пришли, чтобы служить Господу и друг другу. И Христос пришел не для того, чтобы Ему служили, обратите внимание, или Его обслуживали, но Писание говорит, но для того, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Братья и сестры, вот, кто такой у нас глава, вот тот, который мы соединяем, и мы без Него не можем, братья и сестры, вот почему в послании Колоси нам Павел предупреждает, говорит, не слушайте гностиков, философов, фарисеев, других людей, которые пытаются оторвать от головы, держитесь головы, потому что без головы мы не можем с вами существовать, без головы мы не можем с вами духовно расти. Вот о такой церкви и таких отношениях я бы хотел сегодня говорить. Что такое членство в поместной церкви? Что такое членство в поместной церкви? Я уже говорил немного, когда человек обращается к Богу, в спасение, когда рождается свыше, он становится членом тела Христова, 1 Коринфянам, 2, 12 глава, 13 стих, он становится членом тела Христова, но он становится членом поместной церкви. Когда человек становится членом поместной церкви, братья и сестры, он обретает свою семью, он обретает братьев и сестер, он обретает многих-многих возлюбленных в Господе детей Божьих. Есть ли библейское основание для членства в поместной церкви? Братья и сестры, есть ли библейское основание для того, чтобы утверждать, что Библия говорит о членстве? Сегодня люди хотят быть верующими независимыми. А для чего мне приходить и становиться членом поместной церкви? Я хочу быть свободным и независимым человеком. Могу эту посещать церковь в воскресенье? Могу эту посещать церковь? Могу переехать? Могу просто, знаете, чувствовать себя совершенно свободно, ты ни к чему не обязан, правда? Люди себя чувствуют, говорят, если я же буду, здесь же требования, здесь же церковная дисциплина, здесь же многое, что от меня требует, я буду зависимым. И вот я задаю вопрос, братья и сестры, а есть ли библейское основание для членства? Можем мы открыть Писание? Братья и сестры, если вы ищете в Писании слова наподобие, ибо должного стать членом поместной церкви, вы его не найдете. Но важно понимать, что священное Писание, братья и сестры, мы основываем наши принципы, наше понимание, наше служение исключительно должны на Писании. И мы должны не просто смотреть отдельный только стих какой-то, где будет четко нам написано, должно вам быть членом поместной церкви. Нет, мы рассматриваем священное Писание все целиком, а не отдельно какие-то стихи. Братья и сестры, когда мы исследуем все, чему учит Писание о поместной церкви, то я хочу сказать, что мы можем увидеть, что членство в поместной церкви находится в каждом уголке Нового Завета. Членство в поместной церкви находится в каждом уголочке, в каждом послании. Обратите внимание, настолько Бог позаботился, чтобы передать эту божественную истину. И когда мы говорим поместная церковь, это что? Это дом Божий, это семья, это тело, это храм, это стадо, в котором есть овцы и есть пастырь. Интересно, послал Петр для того, чтобы тоже передать эту истину. Он касается очень важного, такого доступного, понятного для нас образа. В первом послании Петра, вторая глава, пятый стих, он пишет так, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный священства святое. Обратите внимание, не мертвые камни, камни, сложенные плотно, тесно, братья наши поют, что созидают? Божий храм, дивный храм созидают. Да, мы камни, братья и сестры, и мы разные, но мы живые. Живые благодаря рождению свыше, живые благодаря жизни Христа в нас. И вот как сами живые камни, братья и сестры, какая польза, если эти камни будут разбросанные, самые хорошие, самые красивые, самые искусные, никакой пользы. Живые камни, они устрояются, дом духовный для чего? Чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Христом Иисусом. Это прекрасный образ жизни по местной церкви. И среди нас, братья и сестры, каждый из нас является этим камушком. Потому что мы говорим о служении. Эта неделя будет особенно насыщенная, братья и сестры. Мы конференции готовимся уже целый год. Кто-то созванивается, кто-то приглашает гостей, кто-то созидает программу, продумывает до мелочей для того, чтобы молодежь приехали и могла ли получить наставление, назидание, чтобы вот эти основы веры, а тема нашей конференции будет познание живого Бога. Мы будем говорить о святости Бога. Мы будем говорить о любви Бога, о водительстве Божьем, о справедливости Божьем. И все это, братья и сестры, выполняют живые камни. Апостол Павел, он снова раскрывает тему по местной церкви, использует образ тела, такого знакомого, близкого для каждого из нас. Первый посланник Оринфян, 12 глава, 12 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляет одно тело, так и Христос». Обратите внимание, братья и сестры, поместная церковь не оторвана от Христа. Вселенская церковь соединится и будет выражена как одно тело, как невеста Христа, как жена Акца на облаке и в вечности. Мы увидим всех, братья и сестры. Но сегодня на земле мы не можем быть объединены физически, потому что мы ограничены, находимся в теле. Мы живем, у нас есть семья, есть определенный дом, где мы живем, место, город или деревня. Поэтому Господь настолько в своей премудрости позаботился, чтобы верующий человек, где бы он ниже не жил, он имел место, куда он приходит, где он видит братья и сестер, где они молятся, где они провозглашают Евангелие, где они учатся, где они совершают вечерю Господню, где они благовествуют, где они помогают миссии и выполняют все, для чего церковь существует. И этот баннер, который висит у нас, братья и сестры, это не для украшения. Это те принципы, это те истины, на которых мы хотим жить. И наше поклонение, богослужение, и наше благовестие, и наше ученичество, и наше общение, и помощь друг другу. Это отражает истинное понимание жизни по местной церкви. Обратите внимание, апостол Павел в 14 стихе говорит, тело же не из одного члена, но из многих. И 15 стих говорит, если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то же неужели, то я не рука, то неужели она не принадлежит к телу? Он говорит, это абсурдно. Неужели она потому не принадлежит к телу? Не может быть, правда, отказаться орган нашего тела? Точно так же и мы, братья и сестры, мы не можем по природе, по определению своему отказаться друг от друга. Интересный стих, 21 стих, обратите внимание, не может глаз сказать в этой же главе, не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. Обратите внимание, Павел использует главу. Братья и сестры, Христос не может сказать, вы мне не нужны. Он не может отказаться. Он соединен с нами навсегда, во веки веков. Поэтому пусть Господь благословит нас, братья и сестры, что мы были живыми камнями, живыми членами тела Христова, соединяемы и скрепляемы взаимно скрепляющими этими связями. Еще один вопрос, я бы хотел размотреть. Примеры ранней церкви. То есть, есть ли в Писании пример, который нам свидетельствует, что поместная церковь необходима и важна. Как мы видим из Писания, братья и сестры, в ранней церкви приход ко Христу, обратите внимание, это очень важно. В ранней церкви в первой приход ко Христу отожислялся с приходом в церковь. Ко Христу пришел, он не пошел куда-то на вольные хлеба. Он пришел в церковь. Сама идея, более того, о получении спасения без принадлежности к поместной церкви чуждо Новому Завету. Сама идея получения спасения без принадлежности к живой поместной церкви чуждо Новому Завету, братья и сестры, не может человек спастись. Мы читаем в Священном Писании Деяния апостола, 2 глава, 41 стих. Я не беру вам внимания, простите, разбойника на кресте. У него не было возможности. А Деяния апостола, 2 глава, 41 стих. Итак, охотно крестившие, принявшие слово, крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч. Братья и сестры, куда присоединились обращенные, спасенные люди? К церкви. И дальше мы читаем, и они постоянно пребывали в учении, в молитве, в общении, в преломлении. Живая душа, спасенная, присоединилась к церкви. 47 стих, интересный, этой же главы, 2-й. Обратите внимание, Господь, последняя часть, хваляясь Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых куда? К церкви. Обратите внимание, Господь заботится, Он трудится, Дух Святой трудится, апостолы проповедуют, благовествуют, люди задают вопрос, что нам делать, чтобы спастись? Петр говорит, покайтесь и докреститься каждый из вас. И Господь говорит, у меня есть план, благо, намерение, я прилагаю в церковь. В какую церковь? В те церкви, которые были основаны, Ефесская, Колосином, Коринфянская, в Риме. Там люди находились и там люди совершали свое служение. Братья и сестры, когда мы читаем послание, это еще одно свидетельство, я сказал о том, что идея членства, членство по местной церкви, находится в каждом уголочке Нового Завета. Обратите внимание, послания, кому они написаны? Церкви. Они написаны церкви, по местной церкви, конкретно, не вселенской церкви, конкретной церкви. А вы скажете, а как же быть с теми посланиями к Титу, к Филимону, к Тимофею, два послания, к Петру? Внимательно читаем, это пасторские послания для служителей, которые совершали служение в церкви. Когда мы читаем Новый Завет, мы видим свидетельство, что в церкви были списки даже, церковные списки. Помните, проблема возникла с вдовами. Откуда они знали, что у них сколько есть вдов? Вдов. История свидетельствует, что были церковные списки, в которые были внесены. И одна из проблем, когда возникли вдовы, которых нужно было питать и заботиться. Они были в списочке, они были в заботе об этих пожилых людях. Более того, есть даже свидетельство, когда какой-то человек верующий переезжал уже в то время, по обстоятельствам, как сегодня, человек нашел работу, или по каким-то семейным обстоятельствам переезжает в другой город, в другую церковь, он имеет свидетельство с собой. Обратите внимание, в послании Колосиным, если Библия открыта, в четвертой глава, если не ошибаюсь, с десятым стихом. Если можно, братья, откроется, пожалуйста. Десятый стих. «Приветствует вас, Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. В другом переводе вы получили известие, вы получили письмо о нем. И когда он придет к вам на основании этого свидетельства, приказания, поручения, примите его». Это очень важно. Более того, братья и сестры, многие утверждения в Новом Завете, невозможно их правильно истолковать, если не привязывать к поместной церкви. Мы встречаем такое слово, такие слова, такие фразы. «Все собрание, церковь Иерусалиме, присвители со всей церковью, присвитеры и церковь». И все это подразумевает, братья и сестры, что есть церковь, реальная поместная церковь, в которой есть служители, которые заботятся, которые ведут, которые направляют, которые проповедуют, которые учат. И это очень важно. В послании евреям, 13 глава, 17 стих, апостол Павел пишет так, там есть такая фраза, «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны». Возникает вопрос, если я не нахожусь в поместной церкви, у меня нету постоянного адреса, кому повиноваться, кто мой наставник во вселенной? Очень важное свидетельство, братья и сестры, это наличие в церкви церковной дисциплины. Наличие в церкви поместной церковной дисциплины. К сожалению, в некоторых верующих сложилось неверное представление о церковной дисциплине, которая сводится к каким-то только церковным наказаниям. Это неправильно, братья и сестры. Когда мы дисциплинируем наших деток, какая наша цель? Для того, чтобы помочь им, правда? Помочь им, потому что они еще не родились свыше, у них есть греховная наклонность, у них есть проявления греховные, и нам необходимо воспитывать, наставлять их, ограничивать, ставить определенные границы, эти рамки. И цель наша, безусловно, на добра, родители только хотят, чтобы дети находились в послушании. Церковное членство, братья и сестры, это средство, с помощью которого мы можем определить границы церкви. Когда человек добровольно находится, он понимает свою ответственность. Помните, когда возникли трудности в коринфянской церкви, апостол Павел пишет им 1 Коринфянам, 5 глава, 12-13 стих. «Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог». Обратите внимание, две группы людей. Внешние – этот мир. Внутренние – это кто? Это верующие-то церкви. И поэтому апостол Павел говорит, внутренних вы имеете право и обязаны давать оценку судить. И поэтому он дает оценку тому греху, который был, говорит, «Извергните развращенного из среды вашей». Пастор Марк Девер, автор многих книг, он пишет такие слова, очень здравые. «В здоровой церкви, которая стремится отражать характер Бога, раскрытые в Его слове, иногда нелегко находиться». Братья и сестры, обратите внимание, в здоровой церкви, которая стремится раскрывать характер Бога через Его Слово, иногда нелегко находиться. Почему? Потому что здоровое членство ведет нас по пути освящения. А поэтому обязательно будет обнажать наша греховность. Братья и сестры, когда мы говорим, «Так написано!» Почему мы не приветствуем? Почему мы говорим, «Нет алкоголю в малейшей проявлении, наркотиках, разврату, другим вещам, братья и сестры?» У нас есть это авторитетичное Слово. И когда Слово проповедуется, оно раскрывает нашу греховность. Это церковная дисциплина. Она ограничивает, формирует наше мышление, нашу философию, нашу повседневную жизнь, тогда, когда никто не видит. Апостол Павел говорит так, «Посему страдает ли один член?» Страдают с ним все члены. Славится ли один член? С ним радуются все члены. Обратите внимание, настолько взаимосвязаны и зависимы друг от друга. Я бы хотел обратиться к тем друзьям, которые несут церковное взыскание или несут церковное какое-то замечание, отлучение. Друзья, цель наша не унизить, не отторгнуть, но помочь. Как я уже сказал, мы деток наших дисциплинируем, потому что любим, хотим, чтобы они выросли здравыми, послушными, богобоязнными людьми и членами церкви будущей. И когда мы применяем церковную дисциплину к тому или иному человеку, друзья, цель наша увещевания, любое увещевание от чистого сердца для того, чтобы человека вернуть в границы, которые определил нам Господь. очень важный стих, когда мы заканчиваем, братья и сестры, служение, мы заканчиваем молитвой благодати. И там есть такие прекрасные слова. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа с кем? Со всеми нами. Братья и сестры, Дух Святой не со всеми общается. Общение Святого Духа, Он говорит, с нами. Членами Его Тела, Его Христово Тела. Те, которые скрепляемы, соединяемы, живут и растут возрастом Божьим. Братья и сестры, я бы так хотел, чтобы мы проникнулись этой истиной. Я бы так хотел, чтобы мы могли увидеть нашего Господа, живого, реального, в нашей поместной церкви, понимать, что мы зависимы прежде всего от Него. И мы зависимы друг от друга. И просто быть членом поместной церкви формально этого недостаточно. Наше спасение, братья и сестры, зависит от нашей реальной жизни в этой церкви. Потому что Бог хочет, что мы могли расти, развиваться, приносить плоды, быть благословением друг для друга. кто-то скажет, ну, не всегда аж так просто, правда, получается. В церкви есть конфликты? Есть конфликты? Есть. Не всегда получается у братьев-служителей друг с другом ладить. Не всегда, может быть, где-то хористы с регентом или еще где-то получается. Мы же, мы люди, братья и сестры, мы несовершенные. Но не об этом Священное Писание говорит. Говорит, мы находимся в теле. И в семье тоже дети ссорятся. Но есть и путь примирения, есть путь восстановления. Если Господь определил находиться здесь, значит, нужно искать эти пути. Просить, чтобы Господь дал мудрость. Братья и сестры, я бы не хотел, чтобы в церкви наши были клиенты, которые ищут книгу жалоб и предложений. Я бы хотел, чтобы мы были членами тела одного, тела Христова. И мы могли вместе с вами держаться этой главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет. И растет не нашей способностью, не нашей немощи проповедников, а растет возрастом Божьим. Где бы вы ни были, братья и сестры, я всегда говорю, не обязательно держаться только этой церкви. Но нужно, если вы определили где-то свое место, нужно быть там, живым членом. Найдите себе церковь по духу, по пониманию, по богословию. Живите этой церковью, трудитесь, соединяйтесь с Господом и друг с другом. И тогда, когда день придет, Господь будет забирать церковь. Мы будем иметь полную уверенность, что мы встретимся с Господом на небесах. Да поможет нам в этом Бог. Аминь. Игра. Редактор субтитров А.Семкин